привет привет меня зовут владимир бероев я фотограф цифровой художник арт-директор и режиссер и это вова болталки выпуск 6 друзья сегодня отличная погода сегодня светит солнце он немножко уходит за тучки правда и я решил поговорить об освещении а точнее о том когда можно применять естественное освещение в чем его преимущество для фотографии даже для видео но в первую очередь для фотографии и также освещение искусственное то есть вспышки всевозможные фонарики лампы в чем их суть зачем они нужны такая ли это blush или какой-то профессиональный инструмент или можно их применять даже на любительском уровне прежде всего наверняка многих кто не связан так или иначе с профессиональной фотографии вообще возникает вопрос зачем нужен дополнительный свет если есть солнышко если есть какие-то лампочки накаливания в квартирах у нас в домах для чего вообще нужны все эти заморочки более того достаточно большое количество современных людей с фотографами окей фотографов считает что мне достаточно естественного света не хочу ничего это обучаться более того вся эта постановка ваша выглядит не настоящий натуральный и буду я заниматься исключительно с естественной такой вот неподдельной казалось бы истории и по-своему они правы потому что действительно когда мы видим тот свет который уже есть уже идет с неба проникает в окна мы можем полностью сфокусироваться непосредственно на объекте нашей съемки если это человек мы можем с ним как-то дополнительно общаться в этот момент мы можем видеть световой рисунок что происходит максимально своим своим мозгами собственно всем творческим процессом уйти вот в это в этот поиск кадра и это прекрасно за одним исключением важно что вот например солнышко сейчас мы увидим сейчас она вышла из облаков и светит с одной яркостью но проходит буквально несколько секунд солнце зашло за тучи и изменилась не только мощность света не только его яркость но и характер да то есть например только что были такие жесткие тени от носа от глаз чин лице да и тут же когда солнце зашло за тучу освещение стало мягкое рассеянное а прошло еще несколько минут снова солнце появилось и так далее главная проблема естественного света заключается в том что его практически невозможно контролировать да безусловно если у нас к примеру лето и несколько дней нет дождей мы каким-то образом можем спланировать что именно сейчас нас ожидает именно такие яркие лучи но все-таки количество случайности количество неизвестности она чрезвычайно велико поэтому когда речь идет не просто о таком бытовом снимки снимки в путешествии снимки просто каком-то каждодневном нам приходится прибегать к более контролируемой схеме освещения то есть чтобы мы понимали текущий наш кадр следующий кадр и через следующий кадр они будут выглядеть примерно одинаково или они будут выглядеть а в одной скажем так световой схеме и с одним световым рисунком конечно если нам это нужно вместе с дополнительными источниками света и фото и уж тем более видео мы получаем гораздо больше контроль над тем что мы снимаем как это выглядит это одна сторона также конечно дополнительное освещение вспышки и всевозможные студийные лампы нам дают возможность сделать те световые эффекты те световые акценты которые вот естественном свете не гораздо сложнее реализовать по факту получается для чего нужно собственно изучить хотя бы какие-то основы дополнительного света для того чтобы мы могли реальность разобрать на своего рода такие кубики на такой конструктор и потом пересобрать в той последовательности в том количестве эти кубики которые нам нужны для реализации той или иной задачи однако по какой-то удивительной невероятной причине у достаточно большого количества людей я встречал такое мнение что постановочная съемка тем более с применением дополнительного освещения это что-то ненастоящее это что-то противоестественное искусственное и люди бы хотели делать просто как в жизни в этом конечно есть масса заблуждений главное заблуждение заключается в том что если вы видите постановочную съемку и в ней прямо всеми такими силами видно что она постановочная значит эта постановка была сделана плохо не грамотно скорее всего люди недостаточно знают предмет и свет расставлен просто некорректно а в чем же заключается эта корректность как нужно его ставить как нужно подсветить объект чтобы он выглядел и естественно и воспринимался так как должен выглядеть до в реальности дополнительным светом искусственным светом вспышками например для фотографии мы можем подсвечивать и акцентировать световой рисунок который уже есть вот вам пример смотрите я сейчас иду по улице естественное освещение сзади меня светит солнце она освещает дом а мое лицо в тени да я иду по теневой стороне улицы акценты на лице они просто отсутствуют то есть мы гораздо меньше видим в лице каких-то его сторон а все внимание отвлекает вот этот непонятный задний план и вот я перешел на другую сторону улицы солнце освещает уже мое лицо с этой стороны и да конечно при таком освещении гораздо более выделен персонаж гораздо интереснее на него смотреть задний фон уже несмотря на то что он освещен не так сильно отвлекает и так работает естественное освещение но что же нам делать когда все-таки мы снова попадаем в тень объект необходимо подсветить вот тогда собственно нам и пригождается дополнительное освещение вспышки или какие-то лампочки которые мы можем подсветить человека и это будет очень неплохо выглядеть я снова сейчас иду против солнца чтобы был понятен негативный скажем так эффект естественного освещения когда очень неплохо бы пригодилась дополнительная подсветка что же нам нужно знать про дополнительное освещение давайте все-таки сфокусируемся на фотографии и так отличие вспышки от каких-либо постоянных дополнительных источников света базовая вспышка очень часто это точечный источник света точечный источник света будет давать нам очень резкие теме эти резкие тени будут видны не только например на тени от головы на шею но и в каждой маленькой поре наше лицо будет выглядеть гораздо более таким текстурным именно такой эффект очень часто люди воспринимают как негативный когда вспышка просто пересвечивать вот это естественное освещение делает его каким-то очень контрастным и неприятным для взгляда и нередко многие люди ориентируются на вот именно такой контрастный яркий очень жесткий такой свет когда говорят о том что эта съемка неестественно о том что эта фотография выглядит очень искусственно постановочно может как-то даже театрально именно поэтому ориентируясь на естественный свет были разработаны всевозможные насадки и рассеиватели на искусственные источники света одна из важнейших задач сделать свет более мягким для того чтобы сделать его более мягким вот это светоизлучающая поверхность она должна стать более широкой похожей на большое окно в пасмурный день тогда свет будет более равномерно окутывать человека и такая насадка поможет вспышечному свету дополнительному свету искусственному свету выглядеть даже самому по себе более естественно до рисовать и также строится как некая дополнительная подсветка помощь естественному свету и чем большего размера будет площадь вот этого искусственного окна тем более мягким будет освещение тем более мягкими будут тени тем эффект освещения будет менее заметен и выглядеть приятно для глаз конечно ситуации для фотографии различных бывает множество иногда нам действительно нужно сделать более концентрированный такой поток света до более четкий например для мужского портрета традиционно используется свет более жесткий для того чтобы подчеркнуть некую даже брутальность мужчины а вот например для женского портрета гораздо чаще лучше выглядит свет мягкий потому что жесткий свет будет четко прорисовывать лепить можно сказать и лицо и какие-то даже бугры на лице складки а мягкий свет наоборот это будет все нейтрализовывать поэтому для женского портрета мягкий свет более эффективнее работает а для мужского выглядит лучше часто жесткий свет достаточно ли одного источника искусственного света или нужно применять их несколько конечно все зависит от задачи стоит ориентироваться на природу природе да у нас основной источник света все-таки это солнышко солнышко одно но за счет того что в атмосфере солнечные лучи очень сильно рассеиваются возникает огромное количество переотражений свет которым виде вокруг нас он достаточно смягчен даже в яркие солнечные дни поэтому очень часто даже для подсветки нам требуется не один источник света а несколько есть свет так называемый рисующий который создает основной рисунок световой есть свет заполняющий который смягчает тени делает их менее контрастными по своей насыщенности и также бывает цвет контровой который например подсвечивает сзади какой час освещены мои волосы да и отделяет объект от фона для этого мы точно также можем применять дополнительные вспышки или еще какие-либо приборы несколько источников света имеет смысл применять когда мы решили полностью контролировать все освещение дамы забрались например студию или в какую-то комнату полностью выключили обычный свет и пробуем воссоздать световой рисунок исключительно сами вот тогда мы применяем несколько источников света и здесь возникает еще один вопрос а почему бы нам не применять раз уж мы решили использовать искусственный свет все-таки не вспышки которые так сморгнули и тут же погасли почему бы нам не применять какие-то дополнительные лампы сейчас таких ламп на самом деле огромное количество в том числе благодаря китайским производителям за вполне сносный бюджет мы можем купить огромное количество огромную номенклатуру вот таких ламп постоянного света почему же полностью не перейти на них зачем вообще использовать вспышки и ответов здесь как минимум два основной ответ заключается в том что вспышка может дать гораздо большую световую мощность вот в этом мгновении для того чтобы обеспечить сопоставимый по яркости по мощности свет постоянно вам нужен прибор гораздо большего размера с гораздо более существенными техническими характеристиками и вот такой прибор во-первых стоит ощутимо дороже но самое главное что он еще и по своим габаритам по своему размеру по своему весу гораздо больше чем вот такая относительно небольшая вспышка было бы здорово установить свет постоянный и видеть все как в реальности но приходится идти на компромиссы ситуация конечно постепенно меняется буквально сейчас уже доступны всевозможные китайские световые приборы постоянного света стоит значительно дешевле появились так называемые led источники света которые гораздо меньше по своему размеру гораздо легче и дают достаточную яркость их уже вполне можно использовать но все-таки по своей интенсивности по вот этой вот мощности они еще к сожалению несравнимы со вспышкой конечно для того чтобы эффективно использовать искусственное освещение будь то вспышка будь то постоянный свет нужно изучать и теорию и одновременно ее постоянно тестировать на практике это очень интересный процесс потому что вы становитесь таким мини архитектором мини создателем своих изображений в гораздо большей степени чем когда мы руководствуем все исключительно тем цветом который уже есть применение искусственного света не обязательно заменяет естественный но позволяет его достраивать позволяет рассказывать вашу фотографическую историю более многогранно более цельно если вас вообще интересует фотография я бы очень рекомендовал пробовать тестировать ходить например фотостудии да сейчас это не очень дорого стоит или купить себе одну хотя бы для начала вспышку попробовать ее с разными насадками в разных ситуациях потребления использовать сегодня я коснулся только самых самых основ искусственного света для тех наверное в первую очередь людей кто с этим не сталкивался конечно профессионалы уже все это хорошо знают да и многие любители это понимают но возможно для кого-то та информация которая сегодня рассказал будет полезно в общеобразовательных целях вы не будете пугаться вот этого термина искусственное освещение будете относиться к нему с большим пониманием любопытством и интересом так сегодня хорошая погода светит солнце напоминаю что с вами был владимир бероев фотограф арт-директор режиссер и цифровой художник это были вова болталки выпуск 6 сегодня мы с вами говорили про естественный искусственный свет фотографии подписывайтесь лайкайте пишите комментарии делитесь обязательно рассказывайте свои мысли буду очень рад по беседовать подискутировать предлагайте новые темы для моих выпусков и увидимся всего хорошего пока удачи удачи Продолжение следует...